Непонятно, как люди выживают в таких условиях, но также непонятно, почему правительство об этом, обо всем знает и ничего не делает. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Исследование агентства по статистике Таджикистана показало, что расходы домохозяйства превышают их доходы. Если в 2022 году средний доход на одного человека составлял по результатам исследований 755 самани, то расходы составили чуть выше 855 самани. Отчет об исследовании опубликован статистическим ведомством в этом году. Недостаточные доходы и высокие цены на товары и продукты являются самыми распространенными проблемами в большинстве домохозяйства. Люди больше всего жалуются на то, что их денежные доходы очень малы и что зарабатываемых ими денег не хватает на жизнь. Вместе с тем, некоторые эксперты считают, что одной из причин этой проблемы является нерациональное использование и распределение денег. Они считают, что в большинстве домохозяйств пренебрегают планированием и регулированием расходов семейного бюджета. Например, денежные средства, которые столичная семья Акбара Якубова тратит каждый месяц, превышают финансовый доход этой семьи. Сам Акбар занимается огородничеством рядом со своим домом. Один из членов семьи работает уборщиком, а общий ежемесячный доход этой семьи составляет 1500 самани. В нынешних условиях наш заработок не соответствует нашим расходам, потому что вся продукция стала дороже. Еда, электричество, вода – все это подорожало, и за все это нужно платить, и никакие 1500 самани не покроют эти расходы, сказал Акбар Якубов. В этой семье из пяти человек финансовые расходы не всегда просчитывались, но теперь мы иногда делаем расчеты, чтобы что-то купить. Но иногда и не обращаем внимания, сколько будет расходов, отметил собеседник. Некоторые из экспертов считают, что большинство населения в Таджикистане, как и семья Акбара Якубова, не всегда планируют свои расходы. В то же время считают они, такой подход, вне зависимости от размера дохода домохозяйства, очень важен для каждой семьи. Шухрат Латифов, эксперт по социальным вопросам, сказал, что в домохозяйствах низкие финансовые показания, и поэтому они не могут должным образом регулировать свои расходы и доходы. К счастью, мы сейчас проанализировали, средняя зарплата в самом Душанбе или в областных центрах Худжанди и Бахтаре в частном секторе составляет от двух до трех тысяч самани. Если, скажем, в одной семье работают три человека, то тогда в среднем они получают шесть тысяч самани. Однако, к сожалению, этими средствами в семье не распоряжаются должным образом, и поэтому даже такой заработок не может поднять уровень благосостояния этой семьи, поясняет Шухрат Латифов. Шухрат много лет проработал в социальной сфере, в том числе и по вопросам ведения домашнего бюджета, и обучал этим вопросам других граждан. По его словам, обучение финансовой грамотности нужно начинать со школьной скамьи. С другой стороны, по мнению Латифова, жители уже могут использовать и специальные мобильные приложения для правильного учета и контроля семейных расходов. В соцсетях я делюсь с людьми, которые участвуют в таких дискуссиях специальными мобильными приложениями для управления семейными расходами. Люди, которые начинают пользоваться такими приложениями, говорят, что финансовый достаток в их семьях значительно повысился, говорит он. Опрос на улицах Душанбе показал, что жители по-разному относятся к вопросам планирования и расходования семейного бюджета и методам его расчета. Например, один из собеседников сказал, что из-за того, что в их семье расходы превышают доходы, они иногда берут взаймы у других, чтобы свести концы с концами, но затем с трудом возвращают эти деньги. Некоторые сказали, что они вообще не считают, сколько точно расходуется в их домохозяйстве денег и даже не знают, какой уровень расходов в их семье. Но были и такие собеседники, которые сказали, что без планирования и распределения ежемесячного дохода семьи их жизнь была бы сложной. Если вы не будете вести такой учет, то вы не сможете прожить в городе. За 3-5 дней проедите всю зарплату, а потом еще ведь надо 25 дней прожить. Вот поэтому нужно планировать, что покупать в первую очередь, что дальше делать, исходя из наших доходов, отметил один из прохожих. По официальной информации, минимальная заработная плата в Таджикистане составляет 600 самани, а средняя заработная плата на декабрь прошлого года составляла чуть более 1700 самани, что эквивалентно 170 долларам США. В прошлом году статистическое агентство объявило, что самые низкие зарплаты у работников сельского и лесного хозяйства, а самые высокие – у работников финансового и банковского сектора. С 1 июля этого года заработная плата бюджетников в Таджикистане увеличилась на 20%. И если такие разовые повышения заработной платы случаются один раз в два года, сами жители страны жалуются на постоянный рост цен на товары и предметы первой необходимости. А как у вас обстоят дела с распределением доходов и ощущаете ли вы на себе экономические проблемы? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!